Команды участников формируются из учеников 5, 6, 7 и 8 классов. Всего в каждой команде по 4 человека. Школы могли сформировать не одну, а несколько команд из наиболее подготовленных детей. Ребята должны быть сильны в области физики, биологии, истории, литературы, а также хорошо разбираться и в остальных предметах. Я считаю, что на сегодняшней метапредметной олимпиаде нет недостойных детей. Есть дети, больше волнующиеся или меньше волнующиеся. Перед участниками стояла задача научиться договариваться, слаженно работать и отстаивать честь команды. Задания были сложные, но если работать в команде, все намного проще. Мы очень надеемся, что нас оценят по достоинству, потому что мы выполнили все задания, мы работали в команде и я думаю, что все у нас будет хорошо. После завершения первого тура и выполнения всех заданий участников ждала защита своих проектов. Жеребьевка определила очередность выступающих. Первыми конкурс проектов открыли ученики первой школы, первой команды. Честь команды отстаивал Степан Гоманов, ученик восьмого класса. Тема проектов посвящена международным умным каникулам Финляндии. Все ребята справились с заданием на отлично и достойно защитили проекты. Завершилась метапредметная олимпиада под ведением итогов двух туров. Первого места удостоилась команда третьей школы. Второе место заняли учащиеся второй школы, а третье место досталось ребятам из первой. Мистика цифр присутствовала на олимпиаде. Даже шестое чувство не подвело куратора третьей школы. И вчера, вы знаете, когда мы разговаривали с детьми, я случайно оговорилась, что мы будем победителями. Да, было такое. И любая мысль материализуется, видимо. И детям мы сегодня говорили, что они должны начать игру с теми мыслями, что они лучшие, что они победители. Все произошло так, как хотели мы и то, что смогли они. Но они молодцы. Команда победителей заявила о своей готовности защищать честь Десногорска на финальном этапе соревнований. Его планируется провести в апреле. Куда отправятся наши умники и умницы, узнаем чуть позже. Сами же ребята победой довольны. И на вопрос, что привело их к победе, ответили так. Наша дружная сплоченность и то, что мы работали в команде, группой и поддерживали каждого. Все участники метапредметной олимпиады получили памятные дипломы. Победителям подарили интерактивные книги. Их иллюстрации можно рассматривать с помощью специальной программы, установленной в телефон. Например, можно увидеть, как делятся атомы. Общее фото конкурсантов на память о столь значимом для города событии завершило мероприятие. Расстроенных лиц замечено не было. Все ребята большие молодцы и отлично справились с заданиями. Просто кто-то выполнил их немного лучше.